Мы продолжаем исследовать мессианские места псалтыри вместе с пользователями интернет-портала И вот всем известны строчки из 67-го псалма Все их знают, и мы не будем много на эту тему говорить Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его Как исчезает дым, да исчезнут, так, как тает воск от лица огня, так, да погибнут грешники от лица Божия А праведники, да, возвеселятся Ну, понятно, да воскреснет Бог Знакомые всем слова, знакомые всем интонации Ну, хотя бы просто потому, что, ну, мне трудно представить христианина, который ни разу не был на Пасхе Именно практически с этих слов начинается Пасха Причем начинается до Пасхи Именно эти слова начинают впервые возглашать диакон, ну, если диаконец, священник Еще на утренней Великой Субботу Это воскреснет Бог, и расточатся враги Его Вот там, в конце Великой Судьбы, Субботы, перед Евангелем Читаются эти впервые слова Уже торжествуется Пасха Хотя еще Христос в воскресе не поют Ну, а потом, в саму Пасху Когда мы стоим впервые перед закрытыми воротами храма И начинается петь Вот сначала тропарь Христос воскресе измерт А потом вот эти стихи Как раз из начала 67-го псалма Мы привыкли к этому Мы же люди пасхальные Мы люди, где воскресенье – это уже обыденность Мы же, ну, ладно, скажем, там Дикие люди Запада Они празднуют Сандей Вот, а у нас все-таки воскресенье Мы забыли уже, что когда-то это был днем солнца Мы уже не соотносим Христа с солнцем Мы не считаем его солнцем Мы привыкли к нему как к элементу Привычной нам культуры И для нас воскресенье – это чаще всего просто день А не события и в мировой жизни В жизни мира, в жизни человечества И в нашей, собственно, личной жизни И тем не менее Да воскреснет Бог И расточатся враги Его Одно в слову Вот одно единственное, маленькое, знакомое, крошечное слово Воскреснет Бог Но мы же говорим о воскресении Христа Мы же чаще обращаем внимание на то, что вот Он человек Он воскрес, Его убили на кресте Мы же не соотносим Не всегда соотносим с тем, что да воскреснет Бог И вот этот распятый на кресте человек Есть распятый Бог Да и какая разница Христос и Христос Не, большая разница Распятый человек Это больно? Это страшно? Мы стыдимся? Вот нам говорят, что Вот знаешь, вот-вот Он из-за тебя Потерпел такие раны Ну я же порядочный человек Я же Мне же стыдно Вот я же Как за меня Вот-вот Да, вот из-за твоих грехов Вот такие вот Его так били Так прибили Видишь, как Он умирал Ой, да как же мне теперь А я же грешить Я же грешу Я же Я же не могу Ну вот ты по-прежнему делаешь ему боль И это все соотносится Потому что мы это видим перед глазами Соотносится со страдающим человеком Ну представьте себе, что каждый нас грех Вот где-то у вас там, ну скажем В каком-нибудь барокамере Находилась бы собака Вот Как только вы согрешили На ее теле появлялась бы новая рана Вот Вы бы там прибегали Ее лечили Очередной ваш грех И снова новая рана А поскольку мы грешим Практически непрестанно Представляете Вот Ну нечто подобное Как В фильме Гарри Поттер Он пишет пером буквы А буквы вырезаются на его То есть он по бумаге пишет Пером А кровавые царапины Кровоточащие царапины Остаются на его руке Вот так вот Вы грешите спокойно На собаке вырастают Раны Вот Собака семейная Грешат все члены семьи Вот И она приходит А там окровавленный струп Вот Надо ее залечить Залечить Мы как-то залечили Следующий день Все снова Вот страдающие Вот этот образ Мы Представляем себе Нам это не трудно И нам жалко Вот Эту собаку Мы ничего не можем сделать Потому что Не можем перестать грешить И нам больно И стыдно И ужас Что происходит И мы Начинаем Что делать Естественно Если представите Что у вас такая собака Дома Вы не придете Дома Чтобы не видеть Эту собаку Как же она так страдает Я ничего не могу С собой сделать А она страдает Вот И мне больно И я стараюсь избегать Как мы избегаем креста Потому что Для нас В таком нашем состоянии Распятый на ней Человек Это Это Взывает к нашей совести Мы все-таки Хотим быть порядочными людьми Порядочному человеку Не очень Как-то вот Приятно Удобно Смотреть на то Что из-за него Кто-то так физически Страдает Вот Нам все это Ну тяжело Это нами переносится И нам стыдно И поэтому Мы стыдимся Христа Христова Христа Христова Стыдимся А если мы Когда-нибудь созреем И нам откроется Что висящий на Кресте Не только человек Что это Бог 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 Который Страдает Добровольно Собака Страдает Недобровольно Она Козел Отпущения Она Подобие той Овцы Которую Приносили В жертву За грех В израильском Народе А Христос Страдает Добровольно Он Хочет Пострадать Он Хочет Взять На себя Мои Грехи Он Хочет Ему Больно Потому что Он Человек Но Ему И не Больно В том Смысле Что он Не Отречется От этого Страдания Он Бог И стал Человеком Чтобы Иметь Возможность Пострадать Потому что Как еще Пострадать За человека Ведь Божество То Страдать Не Может Чтобы Пострадать Надо Стать Человеком Чтобы Пострадать Это Его Желание Понимаете Желание Он Так Хочет Почему Потому что Он Любит И вот Однажды Мы Начинаем Видеть В Распятом Не Только Страдающие Изможденные Человеческое Тело А Бог Бог Который Пришел Чтобы За нас Пострадать Бог Который Не гнушается Моим Грехом Вы Понимаете Не гнушается Моим Грехом Не гнушается Моей Омерзительностью Он Не гнушается Вообще Ничем Только Бы Мы Отложили Свою Гордыню И Склонились Перед Ним Сами Добровольно Он Мог Прийти И Разрушить Весь Нас Мир Просто Уничтожить Его Мог Бы Но Вместо Этого Берет Человеческое Тело Берет Человеческую Душу Вот Человечивается Чтобы Пострадать Чтобы Показать Явить Свою Невыносимую Любовь И Когда мы Видим Не просто Человеческое Тело А Бога Ставшего Человеком Снишедшего В это Подполье Бытия В этот Омерзительный Вонюченный Пробитый Злоба Мир О рот Лукавый И прелюбодейный Доколе Буду С вами Доколе Терплю Вас Вот И он Терпит И он Терпит Все Когда его Бьют Когда его Позорят Клевещут Предают Издеваются И сполосовывают Всю его Плоть Потом Заставляют Нести Крест Потом Прибивают Убивают На кресте Глумясь Над ним Издеваясь Он Все это Терпит А потому Что он Любит И этих Как его Фарисеев И этого Первосвященник И этого Пилата И всех этих Римских Хари Которые Над ним Глумятся Он Их Любит Любит И вот Тогда Начинается Наше Какое-то Сокрушение Какое-то Сокрушение Когда нам Не просто Жалко Его Распятого Да потому Что не надо Его Жалеть Вот Петр Пожалел Ручки Христос Запачкает Ноги Не будешь Умывать Моих Ног Не дам Не буду Умывать Не имеешь Части Со мной Не надо Меня Жалеть Это я Так Хочу Сделать Это Мой Такой Выбор Если Вы Гнушаетесь Моим Снисхождением К вам Если вам Стыдно Моих Ран Нет Не перестаньте Грешить Это Невозможно Если вам Стыдно Моих Ран Вы Недостойны Меня Вы Должны Принять Мое Снисхождение Возрадоваться Моему Снисхождение Утешиться Моим Снисхождением Облобызать Мои Раны Которыми Вы Спасены И И Исцелены Если вы Будете Мигнушаться И стыдливо Морщиться Глядя На них Вы Недостойны Меня Вы Не поняли Моей Любви Вы Не Знаете Что Я Испытываю К вам Вы Не Хотите Идти По Моим Стопам Вот Что Главное Потому Что Если Там Висит Бог То У меня Нет Другого Выхода Нет Мне Не надо Стыдиться Его Рано Это Совсем Не То Ой Как Это Все На самом деле Так Благочестивенько И лейно И Как Это Гордостно Как Это Гордостно Стыдиться Его Ран И Стоит Человек И плачет А это Вовсе Не Требуется Потому Что На самом Деле Требуется Не Умилительный Плач Перед Его Ранами А надо Надо Выйти Из Ворот Храма И Идти И Когда Тебе Будут Наносить Эти Раны Надо Их Тоже С Любовью Принимать За Этих Людей Надо Любить Этих Людей Надо Идти И Продолжать В этом Мире Делать То Что Делает Он Знаешь Что Может От этого Отказаться И сказать Господи Возьми Меня К Себе А Нельзя Потому Что Он Ведь Тебя Спрашивает Сочетаешься Ли Со Христом Трижды Спрашивают Сочетался Ли Со Христом Трижды Спрашивают Веруешь Ли Ему Как Своему Царю И Бог Трижды Спрашивают Вомет Крещения И Когда Ты Сочетался Со Христом Когда Напитался Его Телом И Кровью Для Чего Ты Живешь Человек Как Не Продолжать Дело Христа Который В тебе Отныне Живет И Не 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 Муки Этого Мира Зло Этого Мира Не Умирать Хоть Как Небудь За Этот Мир За Людей Живущих Мир Вот Что Требуется Не Умилительный Плач Не Стыдливость Какая-то Застенчивая Стыдливость И гнушение Его Кровавленных Ран А Желание Чтобы Продолжить Его Дело Чтобы Эти Раны Как Гаврил Апостол Павел Раны Господа Моего На теле Моем Ношу Хоть В какой-то Степени Если Не На теле То Хотя На Душе Вот Что Требуется От Христианина И Когда Мы Но Это Мы Понимаем Тогда Когда Понимаем Что На Кресте Висит Бог Ставший Человек Что Это Он Может Все Это Отвергнуть Даже Не Воплощаясь Мы Делаем Акцент На Том Что Он Может Это Сделать Тогда Когда К Нему Пришли В Гефсиманию Я Могу Умолить Отца Прислать Мне Легион И Ангелов Вот Мог Ж Да Нет Мы Просто Не Воплощаться Зачем Мы Просто Уничтожить Этот Мир Как В Водах Потопа Мог Уничтожить Этот Мир Просто Огнем Да Гори Оно Всесиним Пламенем Что В нем Изменится Ну Что Что Он Неуспешный Бог Он 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 Раздавить Эту Змею К Поганую И Превратить Адама В одно Из Ну Украшений Рая Неразумное Несвободное Нечеловеческое Ну Жил бы Себе Размножался Красиво Было Но Богом Адам Не Стал Да И Ладно Просто Красивое Животное Правда Красивое Почти Ангел Но Несвободное Нет Мы Никак Не Можем Понять Вот Этой Божественной Непостижимой Любви Необыкновенного Снисхождения Потому Что Мы По-прежнему Не Можем Понять Что На Кресте Висит И Распинается Бог Тот Самый Бог Как Красиво Передают Тексты Страстной Великого Утреннего Великого Пятка Та рука Та рука Которая Пригвождена Гвоздем К перекладине Креста Дает силу Руке Вбивать Эти гвозди Если бы Бог захотел Эта рука Парализовалась Беда этот человек Не родился бы Этот топор Рассыпался Молоток Рассыпался бы В прах Этот крест Боисчез Да он просто Мог не воплощаться Он все Боисчет Он все Боисчет Мог Спасти Спасти Славы Которую он Имеет на небесах Несравненно выше Потому что Он ту славу Оставил Чтобы здесь Умереть За созданного им Человека Чтобы тем самым Даровать ему Возможность Жить Вечно В царстве Вечно Ну и Еще один аспект Из этого Маленький Тоже добавлю Да воскреснет Бог И расточатся Враги Его Понимаете И Добегут От лица Его Ненавидящие Его Надо Когда-нибудь Вылечиться Очень Вот Хочется Потому что Сам Когда-то Прошел Это Какое-то Просвещенческое Увлечение Просвещенческим Гуманизмом Или Каким-то Миссионерским Оптимизмом Когда думаешь Что Все люди Они Ну стоит Только им Хорошо Рассказать О Христе Они станут Христиан Нет На свете Существовали Существуют И будут Существовать Враги Божьи Те Кто Его Ненавидят Ненавидят Бога И ненавидят Христа Его И ненавидят Церковь Его Потому что Это Есть Тело Бога Всегда Были Всегда Будет Не надо Здесь Каких-то Оптимистических Настроений Что Ну просто Какая-то Недоработка Какой-то Недогляд Какой-то Наша Ну Неосвященность Что ли Ну мы не апостолы Петры Не апостолы Павлы Апостола Павла Убивали Много раз Апостола Петра Ненавидели Всех апостолов В конце концов Убили Хотя они чудес Творили Дай Бог Каждому И говорили С такой Дерзновением И силам С такой Премудростью Как мы Говорить не можем Ненавидели Всех И кротких И храбрых И таких Красивых И мудрых Как Екатерина И таких Храбрых Как Георгий И таких Полезных Как Пантелеимон И таких Смиренных Как Сергий Радонежский Или Серафим Саровский Всех Ненавидели Всегда Ненавидели Ненавидят И будут Ненавидеть Бога И всего Что с ними Связано Такие люди Всегда будут Поэтому Просим И молим Этой молитвой Не только О том Вспоминая Что воскрес Христос Но и о том Чтобы однажды Восстал Господь Восстал И это Зло Земли Исчезло Чтобы Ненависть Больше К Богу Никогда Не расцвела На этой земле Чтобы Ненавидящих Его волю И его Власть Его силы Его царства Больше Не было Если мы Не поймем Это Если мы Не поймем Что есть люди Ненавидящие Бога Есть люди Враждующие С Богом И никогда Не перестанут Невраждовать С Ним Мы никогда Не сможем Даже приблизиться К разрешению Проблемы Второго Пришествия Или вечных Мук Или еще Чемли до Всего Это все В человеческом Сердце Бог Сделал все Чтобы спасти Человек Человеку Больше ничего Не надо Но это От человека Зависит Любить ему Бог Или ненавидеть И с этим Выбором Никто Ничего Не может Сделать Если мы На стороне Бога То мы Вместе С Ним Радуемся Тому Что зла Как говорит Пророк Исаий Наконец-то Не будет И греха Наконец-то Не будет И ненавидящие Бога Исчезнут С этой земли Да мы можем Исчезать Вместе с ними И слава Богу Если я Человек Ненавидящий Бога Пусть меня Не будет На этой земле Пусть меня Вечности Не будет Но пусть Те люди Которые Будут жить Вечности Никогда Не сталкиваются Со злом И никогда Не знают Что такое Гордыня Потому что Ничего хуже Чем гордыня В этой жизни Нет Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому